Всем привет! Меня зовут Алина и добро пожаловать на мой канал! Это видео инструкция для тех, у кого не получается накрутить кудри. Я вам покажу технику накрутки, различные способы и отвечу на часто задаваемые вопросы. Итак, для того, чтобы показать технику, я сначала сделаю высокий хвост. Далее я беру какую-нибудь тряпочку, у меня это банда, она обычная хлопковая, которую я скрутила по диагонали. И завязываю ее вокруг своего хвостика. Итак, вначале я беру в левую руку волосы, в правую бандану. Смысл техники заключается в том, что мы не между собой их закручиваем, а обвязываем волосами нашу бандану. Она у нас прямая остается. Передала, пальчиком захватила, взяла в другую руку, перекрутила. Бандана остается под, идет прямой линией. А волосы уже закручиваются вокруг нее. И фиксируем в конце резинкой. Таким образом у нас наш завиток не раскручивается. Далее мы можем так вот еще сильнее закрутить. И обмотать вокруг головы. Ну и ходить так. Какое-то время, в принципе, смотрится прилично. Теперь мы накрутим самым популярным способом на моем канале. Видео с которым уже набрало целых 20 миллионов просмотров. Для него я беру обычное вафельное кухонное полотенце, которое я вот тут в конце обрезала, потому что оно было мне слишком длинным. Сматываем его в колбаску плотную. Делим волосы на две части. Одну часть я завяжу в хвостик, чтобы они мне не мешали. Перед тем, как закручивать волосы, обязательно тщательно их расчешите, чтобы завиток был максимально ровным. Берем наши полотенце и складываем его вдвое. Нашли серединку, укладываем ее на пробор и фиксируем это крабиком, чтобы наше полотенчико никуда не скакало. Пальчиком берем немножечко волос у лица, заводим ее за полотенчико и кладем к остальным волосам. Держимся за полотенчико и берем уже новую прядку вместе с той и захватываем новые волосы. И также кладем ее назад. Делаем все максимально плотно и натянуто. Новую прядку взяли, положили. Все. И так движемся вниз. При этом способе получается очень красивая накрутка от лица. Прямо такие, знаете, голливудские локоны для красной дорожки. Но сзади они у корней накручены не будут. Нужно это учитывать. Так получается у нас с каждым разом прядка все больше увеличивается. И в самом конце мы уже берем все волосы и тем же способом накручиваем их. Делаем это максимально плотно, чтобы завиток был упругим. Фиксируем внизу резинкой. То же самое делаем со второй половиной. Вот так вот у нас должно получиться. Далее мы накрутим волосы моим самым любимым способом. Это на носки. Здесь мы можем накрутить на один носочек. И тогда у нас получится довольно-таки легкая крупная волна. Либо на два. Делим волосы пополам. И одну сторону завязываем в хвостик, чтобы она нам не мешала. Не забываем расчесывать волосы. Поднимаем волосы наверх, как бы делая хвост. Берем наш носочек. И снизу подкладываем его и фиксируем кончик крабиком. Внизу у нас должна остаться верхняя часть носочка. Теперь мы тем же методом обвязываем носочек волосами. Плотно натягивая волосы. Я беру всегда носочки длинные, потому что у меня волосы длинные. Дошли до конца. Зафиксировали резиночкой. И теперь закручиваем волосы вокруг крабика. Его можем снимать. Конструкцию нашу держим. И находим тот самый кончик, который мы оставили. Поворачиваем его. И погружаем туда всю нашу кульку. Получается такой шарик упругий. Не болтается. Очень хорошо держится. Очень удобно с ним ходить, спать, заниматься своими делами. Еще я заметила такой интересный момент. Если у вас все же не получается накрутить и прядка либо раскручивается, либо накручивается неплотно, то я в таком случае вам посоветую начать с более толстой какой-то тряпочки. То есть не вот такой вот тоненький бандан, с которой, скорее всего, у вас ничего не получится. Или, как многие советуют в интернете, взять пояс от халата, с которым волосы 100% перекрутятся вместе. Поэтому я советую взять толстый полотенчик, с которым у вас все обязательно получится. Результаты всех способов вы можете увидеть у меня на канале. Теперь отвечу на ваши вопросы. Какими должны быть волосы? Сухими или мокрыми? Волосы обязательно должны быть сухими. Не мокрыми, не даже не влажными. Потому что они элементарно не смогут просохнуть. И когда вы распустите свою накрутку, там будут мокрые, неприятные сосули, которые не закрутятся. Я всегда накручиваю сухие волосы, потом из пульверизатора сбрызгиваю их водой. Или смачиваю руки водой и потом таким вот джамкающим эффектом промакиваю волосы. Какая должна быть тряпка? Сухая или мокрая? Конечно же сухая. Сколько держать накрученные волосы? Я всегда в своих видео писала 5-8 часов. Обычно я накручиваю волосы на ночь, просыпаюсь и распускаю их. Либо же я накручиваю утром и распускаю вечером. Таким образом получается, что минимальное время накрутки это примерно 4 часа. В идеале должно быть 6-8. Чем гуще у вас волосы, тем тоньше прядь нужно накручивать. Лучше делить волосы пополам, либо на 4 или даже больше частей и накручивать каждую из них. Потому что чем тоньше прядь, тем она быстрее схватится и будет более упругий завиток. Соответственно у девочек с негустыми волосами завиток будет схватываться намного лучше. Можно ли прогреть накрученные волосы феном? Да, можно, но если вы разом накрутили все волосы, то накрутка получится толстой и скорее всего фен не поможет. Он просто не прогреет такую толщину волос. Поэтому если вы накрутили много прядочек, то с феном будет гораздо круче. После горячего фена волосы нужно обязательно остудить холодным воздухом. Получится ли такой эффект от косички? Нет, от косички такой эффект не получится. Он будет совершенно другим. Не проще ли накрутить волосы плойкой? Наверное проще, но эти варианты гораздо безопаснее для ваших волос. Большое спасибо вам за просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Мне будет очень приятно. До встречи в новых видео. Пока-пока.